Сумерки Новую сказку придумаю, пусть все в ней будут хорошими, вечное, доброе, давнее, в час этот пусть вам привидится. Сумерек, время печальное, как молоко опрокинется, вечное, доброе, давнее, в час этот пусть вам привидится. Сумерек, время печальное, как молоко опрокинется, тихой, заснеженной улицей, Я к вам спешу на свидание, вечер уютный, не суетный, манит в квартиры случайные, Где мы друг друга влюбленные, тешим ненужными ссорами, как тени две мимолетные, что-то решаем за шторами. ПЕСНЯ 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 А мы что-то упустили и забыли вам рассказать. Сегодня рассмотрим самые разные варианты отдыха на территории Гомеля и Гомельской области. И хочу обратить ваше внимание, что сегодня, дорогие друзья, в прямом эфире вас ждут конкурсы, поверьте, очень интересные призы и очень много информации о том, куда можно податься, скажем так, в эти выходные дни. Ну а прежде всего, конечно, хочу спросить у вас, Любовь, Елена, какие у вас планы на выходные? Мне с раннего утра понедельника предстоит служебная командировка, и поэтому, по сути дела, выходные я буду посвящать сборам и подготовке. На чемоданах. Можно и так сказать. Любовь. Сразу раскрою для тех, кто не знает. Любовь у нас не просто вот так шикарно поет и пишет песни, у нее еще трое детей на всякий случай. Я так думаю, что здесь все-таки планы больше связаны будут, наверное, с семьей. Конечно, мы с детьми собираемся куда-нибудь входить, особенно вот с младшей, уже не младшей, а средней Машей. А куда мы решим, потому что вы же нам расскажете сейчас. Сейчас мы все расскажем, конечно же. Но для начала хочу обратить внимание, мы же не зря таким девичником сегодня собрались, да, и вот сейчас нас смотрят тоже женщины. Я уверена, что у каждой хозяйки есть какая-то такая семейная традиция на выходные побаловать родню чем-нибудь вкусненьким. У вас есть такая традиция? У меня есть традиция выходные проводить в театре. Предпочтение я отдаю Гомельскому городскому молодежному театру. И в общем и целом у меня в семье все люди весьма занятые, и поэтому вкусненькое для нас это время, которое мы дарим друг другу. Если оно есть, то это замечательно. Вот такие они, дорогие друзья, люди искусства. Но я думаю, Любовь, вы наверняка точно балуете свою семью восклицанными пирогами. Ну вообще я вспоминаю, когда я была маленькая, мама, несмотря на то, что была занятой очень человек, она была врачом и дослужила в своей жизни до главного врача центральной больницы в городе Иваново в России. Но все равно в выходной она вставала с утра, пока мы спим, и пекла нам блинчики. Блинчики, точно. И я вспоминаю вот эти воскресные блинчики, такое счастье детства, поэтому я не могу своих детей этого лишить. То есть воскресные блинчики в вашей семье присутствуют? Ну да, конечно. Но меня не поймут, если я не попрошу рецепт. Мне самой интересно, кстати, что ты забыла. Рецепт самый простой. Это вот самые обычные блины, которые делаются, но делаются они на кефире, на теплом кефире, плюс теплое молоко. А, даже кефир с молоком вместе? Да, чтобы они были более упругие, чтобы туда можно было какую-нибудь вкуснятину еще положить, такой там творожок сладенький, или варениц, или сгущеночку. Подожди, давайте по порядку. Я взяла молоко, я взяла кефир. Все это погрели. В теплый кефир вы положили соду. Там такая шапка белая образуется красивая. Потом добавляете туда соль, сахар, яйцо, молоко. Все это смешиваете и добавляете. А, мука? Мука, пока не превратится это все в густую такую сметану, прям густую. Вот. А потом заливаете туда крутой кипяток. Размешиваете. Я впервые слышу такую сметану. Вот до состояния жидкости блинов, тех, которые выльются на сковородку, вы доливаете кипятка крутого. И все, вот они готовы уже для того, чтобы... Елена не удивляется. Я на самом деле никогда не слышала такой рецепт. Вы знаете, да, такие блинчики? Я с этим рецептом знакома с детства, поскольку родом из России. И в те времена, когда у Елены было чуть больше времени, я себе в третьем лице. Для того, чтобы появляться на кухне, я иногда блинчики именно по этому рецепту. Они чудесные. Я вот хочу обязательно попробовать. Да, они получаются всегда. И мне почему-то кажется, что их надо только в воскресенье печь. Праздничные. Праздничные. Вы знаете, я не зря на самом деле вот начала с пирогов. Да, дело в том, что старинные рецепты. Выпечки хлеба, дорогие друзья, можно в эти выходные дни узнать в Чечерском районе, в деревне Ботвинова. Там в субботу-воскресенье работает музей хлеба. Да, дорогие друзья, есть такой удивительный музей у нас на Гомельщине. Музей существует уже 4 года. И за это время здесь побывало много гостей из разных стран. Посетителей привлекают не только деревенская печь, но и мастер-классы по приготовлению настоящего белорусского хлеба. Кстати, каждый посетитель сам может приготовить хлеб по старинным рецептам и, конечно же, продегустировать чечерский каравай. Ну, здесь обещают еще рассказать и историю хлеба. Ну, дорогие друзья, как обещала конкурсы, вот прямо сейчас мы разыграем пригласительный билет на концерт ансамбля «Беседа». 12 декабря состоится в Гомеле концерт этого удивительного коллектива. И для того, чтобы выиграть пригласительный билет на две персоны, надо ответить на вопрос нашего конкурса. Назовите, пожалуйста, обязательный ингредиент пряничного теста. Если вы знаете, не подсказывайте. 34-22-43 разыгрываем пригласительный билет на концерт ансамбля «Беседа», который состоится в Гомеле, в городском центре культуры, 12 декабря. Итак, напомню еще раз вопрос конкурса. Обязательный ингредиент пряничного теста. Как вы считаете, что это? Вы, кстати, знаете ансамбль «Беседа»? Кстати, заслуженный коллектив Республики Беседа. И что-то из репертуара, может быть, даже знаете? Нет, навряд ли. А я знаю. Да? Что? Можно поедать? Нет, я петь не буду. А мы сыграем, Елена. Ну, чарка на пасашок, мне кажется, ее знают все. Чарка на пасашок. На морозе кожушок. Вы не поверите, но у нас есть телефонный звонок. Очень люди хотят попасть на концерт ансамбля «Беседа». Дорогие друзья, вы нас просто удержали, удержали только что от сольного исполнения, от чарки на пасашок. А капелла? Да, репертуар беседы, конечно, знают все. Итак, хочу напомнить вопрос конкурса, прежде чем мы услышим вариант ответа. Нужно назвать обязательный ингредиент пряничного теста. Итак, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Людмила. Людмила, скажите, пожалуйста, вы знакомы с творчеством ансамбля «Беседа»? Да. И ходили уже на их концерт? Ходила. И хотите еще раз? Очень. Ну, хорошо. Попробуйте выиграть пригласительный билет. Назовите обязательный ингредиент пряничного теста. Ну, в народе говорят, что пряники бывают медовые. Может, это мед? Правильный ответ и пригласительный билет на две персоны на концерт ансамбля «Беседа», который состоится 12 декабря в ГЦК в Гумеле, достается вам. Но у меня для вас есть еще один вопрос. Какие у вас планы на ближайшие выходные? Поделитесь с нами. Ну, я думаю, так, что если будет нормальная погода, то можно пройтись по городу с подругами, там, с семьей, с детьми, посетить наш прекрасный парк. Ну, и еще, может, что-то. Ну, вот, вы знаете, вы досмотрите нашу программу до конца, потому что вариантов у вас, я смотрю так, не ахти на выходные. Мы вам обязательно сегодня поможем и расскажем об интересных мероприятиях и проектах, которые задумали организации и учреждения на территории нашей Гомельской области. Спасибо вам большое за телефонный звонок. Итак, беседа. На самом деле есть прекрасная возможность, еще раз напомню, отдохнуть всей семьей на концерте заслуженного коллектива Республики Беларусь. Напомню, 12 декабря в Гомель приезжает ансамбль народной музыки беседы, кстати, национальная и государственная телерадиокомпания Республики Беларусь. Это один из самых популярных современных творческих коллективов Беларуси. Напомню, что выступит он на сцене городского центра культуры на Ирининской. А вот чем порадуют гомельчан артисты беседы, ну, очень хочется узнать, как, что называется, из первых уст. Я надеюсь, что наши редакторы… Ну, вот мы пытаемся дозвониться до солистки ансамбля Татьяны Лазовской. Очень надеемся, что она выйдет с нами на связь и расскажет все подробности. Дорогие друзья, ну, а пока мы дозваниваемся до Татьяны, я предлагаю послушать одну из моих любимых песен в исполнении ансамбля беседы. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok Дорогие друзья, у нас на телефонной связи была солистка ансамбля «Беседа» Татьяна Лазовская Ну, мы сейчас разыграем еще один пригласительный билет на концерт, который, напоминаю, состоится 12 декабря в городском центре культуры Для того, чтобы выиграть этот приз, пригласительный билет на двух человек, надо ответить на вопрос нашего конкурса Кто автор знаменитой белорусской песни «Ля Вониха»? 342243 Ну, вот назовите нам имя автора знаменитой белорусской песни «Ля Вониха» Ждем ваши варианты ответа Напоминаю, разыгрываем пригласительный билет на концерт ансамбля «Беседа» Ля Вониху помните? Ля Вониха, Ля Вониха Мне так сегодня хочется петь Вот как вот завела любовь, так оно хочется и хочется Вообще, дорогие друзья, хочу напомнить, что сегодня мы строим планы на выходные дни с Еленой Мостовенко, директором Гомельского городского молодежного театра и Любовью Окуневой, известным исполнителем авторской песни И продолжим это увлекательное занятие сразу после рекламы «Ля Вониха» «Ля Вониха» Горит вдали полоска узкая «Звенит закат струною светлою» Соединяясь с этой музыкой Соединяясь с этой музыкой Я наконец-то в душу верую И снова мысли возвращаются В тот сон, где берега зеленые Где наши души обнимаются С туманом белым над озерами Брусники бусины рассыпаны По берегам подковы озера Мы вышиваем этим бисером Цветной наряд карельской осени Дороги полотно железное Скользнет каймой Карело-Финскою И мы, как будто заболевшие Сойдем с ума от нашей близости Зима и озеро прорешено Заштопал снег седыми нитями Я все забыла бы, конечно же, но Но этот берег снова снится мне И за метелями все кажется Тот край, где берега зеленые Где наши души обнимаются С туманом белым над озерами И за метелями все кажется Тот край, где берега зеленые Где наши души поднимаются К туманам белым над озерами С туманом белыми С туманом белыми над озерами Какая-то история, наверное Ну, наверное, любая песня Это история Личная история В вашем исполнении Да, сразу хочется узнать Что же там произошло Спасибо большое Дорогие друзья Любовь Окунева Сегодня украшает Своей чудной музыкой Наш добрый вечер И хочу обратить внимание Что это авторская песня Да, это вот все Все придумала Сочинила Написала Прочувствовала Любовь Окунева Дорогие друзья Я напоминаю Что сегодня в прямом эфире Мы говорим о том Какие есть вообще варианты Отдохнуть В выходные дни На следующей неделе Знакомим вас с интересными событиями Напоминаю, что сегодня в прямом эфире Мы разыгрываем пригласительные билеты Вот один из них Это на концерт ансамбля беседы Который состоится 12 декабря В городском центре культуры в Гомеле И для того, чтобы его выиграть Надо ответить на вопрос нашего конкурса Кто автор знаменитой белорусской песни Ля Вониха У нас есть телефонный звонок Будем надеяться Это правильный ответ на вопрос конкурса Добрый вечер Вы в прямом эфире Давайте с вами познакомимся Здравствуйте Здравствуйте Как вас зовут? Меня зовут Наталья Наталья Как вы относитесь к творчеству ансамбля беседы? Ну, я... Ну, как отношусь? На концерт хотите попасть? Ну, на концерт я была беседа Но я не сильно люблю народное творчество Ясно Ну, вы же собираетесь выигрывать пригласительный билет? Собираюсь Честно признаюсь для мамы О, а с какой целью хотела спросить? Так это же замечательный поступок Так у вас вообще еще даже больше должно быть волнения сейчас в голосе Итак, кто автор знаменитой белорусской песни Ля Вониха? Автора у этой песни нету, потому что это народная песня Ну и автор, соответственно, народ Ну, конечно, это самый большой автор, поверьте мне, народ Вот, вы правильно угадали на вопрос нашего конкурса, да Потому что вот, скажу честно и откровенно, я секретов не держу от зрителей Наши гости в студии не сразу сориентировались и не смогли ответить на вопрос конкурса Мы не угадали Не угадали, да Ну, что ж... Наталья, пригласительный билет на концерт ансамбля беседы достается вашей маме Спасибо Спасибо Вот, вот так звучит Ля Вониха Спасибо большое за телефонный звонок Может быть, поделитесь планами на выходные дни Что будете делать в субботу и воскресенье? Алло Да, Наталья, что будете делать в субботу и воскресенье? Есть какие-то планы? Субботу и воскр... Ну, грандиозных нету планов Субботу буду спать до 12, а потом как получится А потом как получится Вы знаете, традиционный ответ Мы хотим разрушить это Ваше как получится Досмотрите до конца нашей передачи Сегодня узнаете о многих интересных событиях в Гомеле Спасибо большое Ну, что ж, сегодня строим планы, дорогие друзья, на выходные дни Кстати, вот услышать песни в исполнении Любови Оконевой Можно не только в нашей программе «Добрый вечер, Гомель» 14 декабря в Гомельском городском центре культуры состоится мероприятие Вот с участием представителей, я так понимаю, Гомельского клуба авторской песни Там будет петь любовь Расскажите про это мероприятие Мероприятие такое спонтанное Так как сейчас я с клубом авторской песни не работаю, нахожусь в декрете Я по ним очень соскочилась И вот с помощью директора замечательного нашего городского центра культуры Людмилы Александровны Мы договорились, что я соберу клуб авторской песни И мы с ними вместе споем песен Споем песен? Ну, в принципе, зрители же туда допускаются Конечно Я приглашаю всех прийти 14 числа к 7 часам вечера За час или за два Ну, за час точно уже до этого концерта Будут в билетах кассы И вы сможете к нам прийти Ну, в кассах билеты Да Наоборот, ну хорошо Вот так Билеты очень дорогие, по-моему, пять рублей всего Ну что же, дорогие друзья Хороший повод действительно послушать Как поют наши исполнители авторской песни И вот, пожалуйста, авторов гомельских узнать и насладиться, насладиться гитарой. Я гитару очень люблю, еще в исполнении таких вот замечательных артистов. Ну что ж, дорогие друзья, кстати, в Гомельском городском центре культуры в эти выходные дни проходит много мероприятий. Например, каждое воскресенье в 10 утра в фойе там открывается выставка клуба нумизматов и коллекционеров под названием Юнона. На такой выставке можно увидеть монеты, другие денежные знаки, банковские документы, ассигнации разных стран и народов, антиквариат, в том числе и советские, почтовые марки. В общем, даже, говорят, есть там точные копии бронетехники и кораблей. Поэтому, если вы не знаете, чем заняться завтра в 10 утра, точнее, в воскресенье, послезавтра в 10 утра, милости просим. Там правда очень интересно, я была, да. Вы были? А вы, может быть, еще и коллекционируете что-нибудь? Ну, я не особый коллекционер, я просто в свое время у меня получилась такая собралась коллекция, ну, старинных монет русских. Мне очень хотелось показать своим детям вот такие более ранние денежные единицы, а не то, что вот сейчас у нас ходят. Поэтому так получилось. Так вам эта выставка точно интересна. А Елена занимается коллекционерами? Марки? Монет точно. Деньги? Деньги. Мне нравятся коллекционеры. Коллекционерами денег мы занимаемся все сегодня. Это одно из самых таких замечательных хобби и увлечений. Хорошо, ну, может быть, у кого-то из вас есть собака? У меня есть кот. Кот есть? Да. Ну, вот у меня информация, к сожалению, для полезной информации, дорогие друзья, но для владельцев именно домашних собак. 9 декабря в Гомеле в рамках республиканской акции «Сохрани жизнь» зоозащитники вместе с волонтерами будут бесплатно раздавать владельцам собак бумажные бирки с номером телефона хозяина и помогать крепить их на ошейник. Поэтому, дорогие друзья, если вы увидите на площадке или для выголовок собак, или в ветеринарных клиниках Гомеля людей, которые пытаются повесить вот такой вот опознавательный знак с вашим телефоном на ошейник вашей собаке, не пугайтесь. Наоборот, скажите спасибо волонтерам, потому что цель этой акции это все-таки информировать владельцев животных о пользе и необходимости номера телефона на ошейнике в случае, если вот животное потеряется или, например, попадет в отлов. Кстати, хочу обратить внимание, что организатор этой республиканской акции наше гомельское волонтерское зоодвижение «Подари им шанс». Это все произойдет, напомню, 9 декабря в Гомеле. Я всю передачу хочу задать любой вам вопрос. Любите ли вы театр? Ой, я обожаю театр. Как я могу не любить театр? Вот не могла, не могла не спросить. Потому что мое образование — это режиссерское образование, преподаватель театрального класса. Мне кажется, для Елены, для Елены это... Бальзам, открытие. Мы неожиданно, скажем так. Ну, вы входите в наши театры в Гомеле? Да, обязательно. К сожалению, вот сейчас дети так часто не дают, как бы хотелось. Ну, в общем, до слез хочется в театр очень. Мне, кстати, завтра интересны спектакли. Я слежу за постановками, за новыми, за тем, что там... Ну, если я не попадаю хотя бы в театр, я хотя бы фотографии смотрю и смотрю, что там ставится. Но я надеюсь, что настанет такой момент, когда вот сможем ходить. Дочка у меня очень любит театр, любит кукольный театр, любит драматический театр. На сказке с удовольствием. Вы не откладывайте надолго, потому что завтра, 8 декабря, вот один из ближайших спектаклей, который состоится на сцене молодежного театра. Это не взрослые. Вот расскажите, Елена, расскажите, про что это за спектакль, потому что мы собираемся разыграть на него пригласительный билет. Завтра у нас спектакль, который, можно сказать, уже стал нашим брендовым спектаклем. Вот когда я к вам сюда пришла в студию, и меня встречали, и сказали, так у вас завтра тот самый метод. Да, у нас завтра тот самый метод. Психологическая драма, по-моему, да? Психологический триллер. Триллер, дорогие друзья. Да. Это спектакль, который мы выпустили в прошлом году, и его посмотрели уже около 5000 человек. И он пользуется неизменным спросом и с большим интересом воспринимается нашими зрителями. Кому опасно ходить на такой спектакль? Все-таки психологический триллер. Вы знаете, я хочу надеяться, что на наши спектакли не опасно ходить никому. Нет, ну молодежь навсегда удивляет своим креативом, понимаете, нестандартными такими решениями. Наоборот, полезно. Потому что тема этого спектакля, она по нынешним временам актуальна, наверное, как никогда. Тема, на что готовы пойти люди ради того, чтобы занять место под солнцем. Конкурентная борьба в служебной среде и раскрытие таких человеческих черт, которые люди в себе, может быть, и не подозревают. Вот именно об этом такой вот наш спектакль-метод, который уже, собственно говоря, в течение этого года был на двух международных фестивалях в Могилеве и в Киеве. Очень хорошо был принят. Ну и вот еще на следующей неделе буквально ему предстоит еще путешествие в Минск, да, чуть позже. А давайте мы сейчас разыграем, дорогие друзья, вот прямо сейчас разыграем пригласительный билет на воскресенье, на субботу. На субботу. На 8 декабря в Молодежный театр мы разыгрываем пригласительный билет на спектакль-метод, психологический триллер. Два человека, которые сейчас кто-нибудь один выиграет, два человека по этому билету могут завтра вечером в 19 часов уже как бы насладиться действительно интересным спектаклем. И самое главное, у вас получится очень интересный досуг на субботу, если вы не знаете еще, чем себя занять. Итак, 34-22-43, вопрос нашего конкурса звучит. Как называли уличных певцов на Руси? Итак, как называли уличных певцов на Руси? 34-22-43, звоните в студию, разыгрываем пригласительный билет на спектакль-метод, психологический триллер, который завтра в 7 часов вечера состоит на сцене Гомельского городского молодежного театра. А, кстати, современные артисты, они часто выступают, например, на уличных площадках на выезде? Выступают на выезде очень часто и на улице тоже бывает. То есть все это сохранилось и осталось в жанре? В той или иной мере, конечно. Расскажите нам про гастроли, которые, я знаю, что удивительные гастроли в ближайшую неделю ожидают наших артистов от молодежного театра. Расскажите, поделитесь радостью. Да, для нас на следующей неделе нас ожидает очень крупное и очень важное, значимое, престижное событие не только для нас, но и в целом в масштабах страны. Ну, собственно говоря, это событие длится уже давно и вот в декабре оно уже подходит к своему завершению. Это пятый республиканский конкурс театрального искусства, национальная театральная премия. И наш театр вошел в число финалистов этого конкурса, да, очень достойного и высокопрофессионального конкурса сразу с тремя спектаклями. Это спектакль «Метод», спектакль «Эдип» и «Летели качели». И вот в понедельник, то, что я в самом начале нашей программы обмолвилась, о предстоящей командировке в понедельник, наш театр достаточно большую такую экспедицию совершает. Какие блинчики, посмотрите. Мы отправляемся в Минск с тремя спектаклями. Мы очень гордимся этим, потому что для нас это очень хорошее достижение. Ну, результат на какие рассчитываете? Вы знаете, даже если получится так, что вдруг мы не окажемся победителями в этом конкурсе, уже сам факт выхода в финал, это очень достойный результат. Это уже результат. И вы знаете, мне кажется, всегда приятно выступить на такой сцене. Разумеется. Как драматически. Скажите, а какие планы у молодежного театра к Новому году? Я знаю, что всегда радуете интересными обстановками. И в этом году будем радовать. Готовимся, готовим сказку. Сейчас у нас идет репетиционный процесс, очень живая, интерактивная. Ну, собственно, наш зал к тому располагает к взаимодействию со зрителем, поскольку сцена вдается в зал, кто к нам ходил, тот знает. И зрители с трех сторон располагаются, и актеры, вот они совсем рядом. То есть ощущение присоединения и вовлеченности полнейшее. И вот мы ставим сказку веселую «Счастливый Ганс», она называется, которую мы начнем показывать в преддверии новогодних праздников. И с удовольствием я приглашаю... Билеты уже можно покупать? Конечно. Какого числа у вас будет? С 23-го числа у нас начинаются уже публичные показы этой сказки, поэтому я с удовольствием всех приглашаю. Обожаю Новый год и вот эти предновогодние дни, когда детей, у меня вот две племянницы маленькие, я с таким удовольствием вожу их на все елки. С удовольствием придем. Это же самое главное. Самое главное не день праздника, а его предощущение. Поэтому и хочется раньше его начать готовиться к этому празднику, чтобы вот это вот чувство продлить, продлить и продлить. Любовь, вы уже об одном утреннике знаете, а сейчас я расскажу еще про один очень интересный, скажем, даже не утренник, а такое настоящее представление. Дорогие друзья, как я сказала, близится Новый год, все мы это знаем. И дети, конечно же, с нетерпением начинают ждать вот этих вот чудесных, волшебных новогодних утренников. Подарить праздничное настроение в этом году решила Гомельская областная филармония. Предлагает, дорогие зрители, вам яркое новогоднее шоу под названием «Новый год наоборот». И вот сейчас, если мне подсказывают правильно, у нас на связи ведущий редактор концертного отдела Гомельской областной филармонии Светлана Позняк, и мы узнаем все подробности. Светлана, добрый вечер, вы с нами? А у нас, дорогие друзья, оказывается другой телефонный звонок. Это ответ на вопрос нашего конкурса. Ну, я надеюсь, что со Светланой мы свяжемся дальше. Итак, хорошо, добрый вечер. Добрый вечер, вас не Светлана ждет? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Александра. Александра, скажите, пожалуйста, вы в театр часто ходите? Ну, по мере возможности стараюсь. Ну, такой общий ответ. Когда последний раз были? Последний раз? Честно, честно и откровенно. Наверное, в прошлом месяце. О, так вы театрал, я хочу сказать. По гомельским меркам вы часто ходите в театр. Но я не буду спрашивать. Если до этого не было полгода, то в прошлом месяце тогда театрал. А куда ходили? В какой театр? Молодежку. Ой, так вам пригласительный билет прямо в руки, в руки летит. Итак, напоминаю для всех наших зрителей. Разыгрываем пригласительный билет на спектакль «Метод». Это психологический триллер, который состоится завтра в 7 часов вечера в Гомельском городском молодежном театре. И вопрос нашего конкурса напомню. Как называли уличных певцов на Руси? Есть вариант? Есть варианты. Значит, первое. Это, если мне не изменяет память, то это сказатели, так как они сказывали. Сказители. И если я тоже точно помню, то, по-моему, скоморохи. Ну, все правильно вы сказали, ошиблись в одной букве. Сказители, да, правильно называется. А, ну, вот, видите. Сказители, ну, принимайте как будто правильно. Мы принимаем, мы принимаем ваш ответ. А если бы вы нам еще спели, ой, мой подписчик. Ой, нет, петь я не могу. Я пошутила, ну что вы, ну что вы. Скажите, какие у вас планы теперь на выходные? Как-то завтрашний день уже нарисовался, наверное, раз вы выиграли пригласительный? Ну, завтрашний день нарисовался. А там по обстоятельствам. К маме пойду. К маме. Хорошо. Вы знаете, вы можете с мамой завтра сходить на спектакль, потому что это пригласительный билет на двух человек. Спасибо вам большое за этот телефонный звонок, за участие в розыгрыше, и мы желаем вам хороших выходных. Ну, дорогие друзья, мы с нетерпением ждем, когда у нас на телефонной связи появится Слана Позняк. Это Гомельская областная филармония для того, чтобы узнать все подробности яркого новогоднего шоу, Новый год наоборот. Вот, афиши везде-везде пестрят, и вот я думаю, что и вам, Любовь, будет очень интересно сводить. Да-да-да, мы с вами отслеживаем эти спектакли. Да, должно быть что-то интересное, вот сейчас узнаем. А я пока объявлю еще один конкурс для наших зрителей. Итак, дорогие друзья, вот прямо сейчас мы разыгрываем пригласительный билет как раз-таки на новогоднее представление «Новый год наоборот». Приз предоставляет Гомельская областная филармония. И для того, чтобы выиграть этот пригласительный билет, надо ответить на вопрос конкурса. Как называют, ну мы же про Новый год говорим, белорусского Деда Мороза? 34-22-43. Для тех, кто не знает, да, есть свой собственный белорусский Дед Мороз. Вот назовите его имя, как его называем мы в народе. Итак, 34-22-43. Напоминаю, разыгрываем пригласительный билет на две персоны, на новогоднее представление «Новый год наоборот». Подскажите, пожалуйста, есть ли у нас телефонный звонок с филармонией? Недоступен, но будем надеяться. Я бы хотела прочитать несколько сообщений, кстати, от наших зрителей. Сейчас найду. Вот варианты, как они собираются отдыхать в выходные дни, пока вот мы дозваниваемся до Светланы. Так, Алексей. В субботу в парк посмотреть на Сош, который замерз, кстати, да, я с ним тоже видела. Илья. Поход в театр, потом в гости, потом отдых от отдыха. Илья, это самый замечательный отдых. Олег. Суббота рабочая, в воскресенье увлекательная поездка с коллективом в другой город. Да вы просто, Олег, с коллективом и в выходные дни. Так, Виктория. Виктория готовится к сессии. Елена едет в Минск подруги. Дарья. Берите примеры. Будет лепить пельмени. Мне кажется, это прекрасное занятие для выходного дня. Да. А потом в театр, дорогие друзья. Главное, чтобы компания еще была хорошая для лепки. Для лепки? Да. Самое главное, чтобы была хорошая компания, их съесть. Это тоже очень важно. Ну, а Иван собирается купить коньки и планирует отправиться на каток. Иван, замечательная идея. Главное, что мало сообщений пока еще встречается, просто лежать на диване. Ну, хотя тоже иногда надо, согласитесь, тоже иногда хочется отдохнуть. Итак, дорогие друзья, мне подсказывают, что у нас на связи Светлана Поздняк. И напоминаю, это ведущий редактор концертного отдела Гомельской областной филармонии. Сейчас мы узнаем все подробности новогоднего шоу под названием «Новый год наоборот», который вот скоро, совсем скоро состоится в Гомеле. Светлана, добрый вечер. Вы с нами? Добрый вечер. Светлана, это программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал «Беларусь-4». Мы рассказываем зрителям о вашем чудесном мероприятии «Новый год наоборот». Афиша обещает очень яркое такое новогоднее шоу от Гомельской областной филармонии. Поделитесь, пожалуйста, подробностями, будут ли это какие-то там сказочные персонажи или мультяшные герои. Да, Наташа, Гомельская областная филармония представит 27, 28 и 29 декабря в 11.00 и в 14.00 детское музыкальное представление «Новый год наоборот». С участием ростовых кукол будут интерактивные игры, современные музыкальные номера, ростовые куклы. Масса позитивных эмоций и впечатлений ожидает наших детских. Так в эти волшебные праздничные дни в представлении принимают участие самые известные сказочные герои. Дедушка Мороз и Снегурочка вместе с миньонами подарят детям самый настоящий новогодний праздник. А скажите, пожалуйста, детям надо приходить в новогодних костюмах или нет? Или в джинсах можно? Ну, я полагаю, это на усмотрение родителей, дедушек и бабушек. Если им комфортно, удобно, то, конечно, детям приятно будет вместе с героями спектакля после представления поиграть, вводить хороводы вокруг елки. Это возможность представиться всем детишкам после представления. Ну, конечно, согласитесь, Светлана, что это за Новый год без карнавального костюма, без снежинки, без звезды? Ну, о чем? Не знаю, вы мечтали же тоже в детских карнаванах. Конечно, если снежинкой была, ну, пора с Снегурочкой мне там по блату разрешили выступить, да? Светлана, скажите, пожалуйста, то есть Дед Мороз, Снегурочка, хоровод, вокруг елки все это будет? Конечно, обязательно. Ну, тогда напомните нам еще раз, где и когда состоится в Гомеле Новый год наоборот? 27, 28, 29 декабря в Гомельском общественно-культурном центре на улице Ланге 17 в 11.00 и в 14.00 Гомельская областная филармония приглашает детишек на новогодний праздник. Спасибо, Светлана, спасибо вам за информацию, мы желаем вам хорошего вечера и хороших выходных. Вот так и хочется пойти и уже выбирать какие-то костюмчики карнавальные, шить какие-то там. Да, и себе тоже, а что, хорошая идея. Очень люблю новогодние утренники, несмотря на возраст. Дорогие друзья, напоминаю, что мы разыгрываем пригласительный билет на это чудесное новогоднее мероприятие, которое устроит Гомельская областная филармония в общественно-культурном центре. Вот в последние дни декабря называется мероприятие «Новый год наоборот», и нужно позвонить по телефону в студию 342243, если вы хотите выиграть пригласительный на двух человек, и ответить на вопрос нашего конкурса. Как называется белорусский Дед Мороз? Итак, ждем телефонные звонки. Елена сообщает, что она в выходные дни будет вязать новогодние носочки. Вот так. Василиса уже ставит елку, а завтра будет ее украшать. Я к чему это все читаю? Специально выборочное сообщение. На календаре-то всего 7 декабря. Как считаете, не пора ли нам уже начинать готовиться к Новому году? Уже 7 декабря. Уже 7 декабря. А елки вообще когда у вас принято ставить семья? Ну, по-разному бывает. Потому что, я говорю, для меня самое главное предощущение вот этого праздника, ожидание его. Когда детям начинаешь подкладывать какие-то сюрпризики, подарочки, сладости. Да, уже дома все по пакетам собрано. Вы знаете, в каждой семье обязательно есть какая-то история, связанная с Новым годом. Вот есть у вас что-нибудь такое интересное? Особенно когда елку наряжают, я знаю, что-то обязательно происходит. У нас есть семья, огромный зеркальный шар. Прямо вот огромный вот такой вот. Я не знаю, откуда он к нам попал, но он еще у бабушки моей был, потом у мамы с папой. Вот он сейчас у нас остался. И нарядили елку и завели кота, котенка. Конечно же, в первую же ночь, что этот котенок сделал? Он забрался на эту елку. Ночью раздался разгрохот. Елка упала, разбилась куча игрушек. Но этот зеркальный шар, который висел на самой макушке, он остался целый. Это было просто чудо. А советские игрушки, вот Елена, у вас, например, есть новогодние? Есть, есть и советские, и мы их сейчас используем в украшении елки. И даже были у нас в семье, хранились игрушки 50-х годов выпуска. Да, молодости моей мамы. Но я их отдала в театр кукол, там есть же музей театра кукол, и стоит наряженная новогодняя елка всегда. И когда я своих детей приводила в этот музей, я с огромным удовольствием находила взглядом, там вот эти уху-могу пингвинчика, там какие-то сливы, что-то там еще. Там очень интересный музей, елка. Вот эти вот штучки, да. С потрясающими. Я решила, что это будет лучше, если это вот станет такое достоянием общественности. Вы знаете, а ведь на днях в Гомеле открылся еще один интересный музей елочных игрушек. Вспомнить вот на нем можно и советские игрушки, и все это можно сделать, дорогие друзья, уже в эти выходные дни. Эта выставка открылась в Гомельском областном центре народного творчества. Я вот хочу уточнить, есть ли у нас телефонный звонок? А, у нас есть ответ на вопрос конкурса. А потом будем дозваниваться в Гомельский центр народного творчества. Итак, вопрос конкурса. Напоминаю, как называют белорусского Деда Мороза? Разыгрываем пригласительный билет, который предоставляет Гомельская областная филармония. Пригласительный билет на новогоднее представление, Новый год наоборот. Итак, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Петр. Петр, я Наталья. Петр, вы сами пойдете на новогоднее представление, если вы играете? Или с детьми? Ну, скорее всего, отдам своей племяннице. Там они решат уже всем. Ясно. То есть вы заинтересованы, конечно же, выиграть в этом конкурсе. Конечно, конечно. Только победа. Ну, как называется Дед Мороз по-белорусскому? Точный ответ Зюзя. Точный ответ Зюзя. Вы правильно. Вы правильно, да. Я даже не буду рассказывать историю этого названия, на самом деле. Да, очень спорно. Но в любом случае, да, да, именно Зюзя. Пригласительный билет на Новый год наоборот достается вам. Спасибо. Кстати, какие у вас планы на выходные? Поделитесь. Может быть, мы не знаем о каких-то мероприятиях. Ой, на выходных планировал сходить вот завтра на КВН. Где КВН, расскажите нам. В ДК железнодорожников будет. Так. А потом съездим с друзьями в баню. В баню? А в воскресенье буду просто отдыхать дома. Прекрасно, прекрасно. Аж зарядили меня и в бане, и КВН. Я уже растерялась сама. Были одни планы в начале программы, а теперь даже не знаю, да. Не знаю, куда бежать. Ну что ж, дорогие друзья, как провести выходные дни? Звоните, рассказывайте, какие у вас планы на эту субботу и воскресенье. Сегодня мы рассматриваем самые разные варианты отдыха на Гомельщине. И сразу после рекламы расскажем о еще нескольких мероприятиях. Одно из них – это очень интересный музей елочных игрушек, который на днях открылся в Гомеле. Но это после рекламы. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Вот мы тут стали вспоминать, где в городе находится у нас еще музей елочных игрушек. Действительно, это же музей театра кукол. Но про еще один музей, который на днях открылся в Гомеле, мы узнаем прямо сейчас. Итак, у нас на связи заведующий отделом народной традиционной культуры Гомельского областного центра народного творчества Анна Ятченко. Анна, добрый вечер. Вы с нами? Добрый вечер. Анна, это программа «Добрый вечер! Гомель» и ведущая Наталья Волынец. Вот мы в дружной компании решили узнать, что за музей елочных игрушек у вас открылся. Расскажите нам, пожалуйста, чем уникальна выставка и вообще сам музей. Да, выставка действительно является уникальной. И уникальность ее заключается в коллекции елочных игрушек прошлого века, которые рассказывают нам свою историю. Хочу отметить, что все игрушки, выпущенные до 1966 года, которые у нас находятся в выставочном зале, они исключительно ручной работы. Поэтому, невзирая на, скажем, одинаковую форму, они все равно несколько отличаются друг от друга цветом и росписью. В этом и заключается уникальность нашей выставки. Анна, скажите, пожалуйста, как вы вообще собирали эти игрушки, эту коллекцию? Да, выставка вообще была собрана у нас по тематике того или иного периода. Мы, конечно же, руководствовались прежде всего важными событиями того времени. Поэтому на выставке у нас представлены новогодние украшения, которые отражают непосредственно советский период. Это всем известные красные постиконечные звезды, это фигурки первых покорителей космоса, это эпоха правления Хрущева, да, сельскохозяйственная тематика, это новогодние открытки, телеграммы и многое другое. Конечно же, какой Новый год может быть без Деда Морозов? У нас собрана особая часть выставки, занимает замечательная коллекция Дедов Морозов разных периодов, разных техник исполнения. И хочется, конечно же, отметить, что кроме старых новогодних игрушек, у нас также представлены игрушки современного нашего времени, как сейчас это принято называть, да, модное слово «хендмейд». В общем, экспонаты настолько разномразны, что рассказать обо всем невозможно. И не надо. Поэтому нужно прийти и увидеться своими глазами. Конечно, Анна. Поэтому давайте мы еще раз напомним, как работает выставка в выходные дни, нас интересует. Да, в выходные дни по субботам работает наш выставочный зал в 10.00 до 17.00. В выходные у нас в воскресенье, понедельник. И хочу напомнить, что выставка продлится до 2 января 2019 года, и вход абсолютно бесплатный и для всех. Спасибо большое. Анна, спасибо за информацию. Мы желаем вам хорошего вечера и хороших выходных. Анна Яченко, заведующая отделом народной традиционной культуры Гомельского областного центра народного творчества, была у нас на связи. Я увидела этот покоритель космоса, как Анна сказала. Космонавтика. Вот у меня такой еще один остался. А было 10. 10, да. И вот остался, и мы его так вот храним, его все в коробочке. Не знаю, пойду на эту выставку, схожу обязательно, да, проникнусь. Дорогие друзья, итак, какие планы у вас на выходные дни? Есть интересное сообщение в Вайбере. Григорий едет путешествовать по городам Белоруссии. Руслан, у нас карантин, пишет Руслан. Будем смотреть сериалы и читать книги. Ну, Руслан, выздоравливайте, но тоже, мне кажется, особая прелесть тоже есть в таком отдыхе. Главное, здоровье все-таки поправьте. Тарас очень хочет суши и комедию посмотреть. Сергей, немного ремонта, бассейн, вечером гости. Ольга будет заниматься красотой, здоровьем, потом созданием уюта для семьи и пирогом с вишней. Вот понимаете, что такое, женщины и выходные. Это блинчики, пирожки, замечательно, да. Ну, а Вероника пойдет искать новогодние подарки. Кстати, Вероника, вы знаете, вам, может быть, даже и не придется никуда ходить искать, потому что сейчас я расскажу о конкретных местах, где можно приобрести новогодние подарки. В преддверии новогодних и рождественских праздников в Гомеле пройдут новогодние ярмарки. Самые настоящие новогодние ярмарки. Они, как известно, всегда отличаются чем? Праздничными скидками и очень большим разнообразием товаров. Да. Так что сходить на такую новогоднюю ярмарку можно всей семьей и где-то что-то присмотреть, где-то что-то выбрать, а может быть, уже и купить. Как рассказали в Управлении торговли и услуг Гомельского горосполкома, все выходные дни декабря с 9 утра до 3 часов дня, с учетом, конечно, погодных условий, новогодние ярмарки будут работать на площади Восстания и на улице Барыкина, 143. Развернется торговля и на площадке, прилегающей к Гомельскому центральному рынку. Там ярмарки будут работать с 9 утра до 4 дня, выходной – понедельник. Закупиться к праздникам можно будет также на ярмарках на Давыдовском и Прутковском рынке. Кстати, важная информация, во время проведения вот этих новогодних ярмарок будет закрыто движение всех видов транспорта по площади Восстания в Гомеле. Передача подходит к концу, и мне очень любопытно узнать, вот Ирина, Любовь, изменились ли как-то ваши планы на выходные к концу нашей программы? Что-то вас заинтересовало? Я на самом деле рада, что в городе такое большое разнообразие мест и возможностей для отдыха приятного и культурного. И судя по тому, что люди писали в Вайбере, многие действительно не впустую проводят время, а с какой-то пользой для души, тела и собственного развития. Да, строят выходные, благоустраивают их, я бы так сказала. Это классно на самом деле. Мы обязательно сходим в музей новогодней игрушки с дочкой, посетим. И я пока вот слушала Анну, ее рассказ, я вспомнила удивительное стихотворение Константина Симонова. Плюшевые волки, зайцы, погремушки, детям дарят с елки разные игрушки. И взрослее дети, до смерти бестолку, все на этом свете ищут эту елку. Где жар птица в клетке, золотые слитки, где висит на ветке счастье их на нитке. Только Деда Мороза нету на верхушке, чтобы в ответ на слезы с ветки снять игрушки. Желтые иголки на пола падают, все я жду, что с елки мне тебя подарят. Вот такое уже, вы знаете, предновогоднее настроение как-то создается в нашей студии. Но вы знаете, дорогие друзья, я, например, все-таки тоже планирую отправиться в эти выходные на ярмарку и, наверное, присмотреть новогодние подарки, ну а вечером в молодежный театр. Так что, дорогие друзья, там и увидимся. Это была программа «Добрый вечер. Гомель» с Натальей Волынец. Очень хочется закончить ее душевной, ну, может быть, еще не новогодней, но предновогодней песней. «Добрый вечер. Гомель» В полой земле ходят добрые деды Морозы из огромных мешков. Непременно подарки дарят разноцветными бусами. Сделались детские слезы, и на лапах еловых нарядно и ярко горят. И не то чтобы пьян, но шампанского брызгами взвинчен, произносит хозяин. Научно разбойничий тост и смеется в ответ. Со стены Леонардо да Винчи, будто самый ученый. На этой земле Дед Мороз прославляю тебя. Новогодняя пестрая полночь, серпантины твои. Мишуру конфетти и конфет, а когда мы устанем, Придет незаметно на помощь незнакомого года Загадочный первый рассвет. Потускнеют устав фонари на притихнувшей елке, И свое отгостив, я на первый троллейбус уйду. Нехороших людей уже скушали серые волки, И следы тех волков замело еще в прошлом году. Нехороших людей уже скушали серые волки, А хороших людей мы увидим всех в новом году. Редактор субтитров А.Семкин